Маланья, открой дверь, пришел кто-то. Ой, какой веселенький ситчик. Да, очень веселенький. Просковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были кратенькие, а голубые. Сестрее прислали материю. Это такое очарование, которое просто нельзя выразить словами. Вообразите себе полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое. Он голубой, и через полоску все глазки и лапки. Глазки и лапки, глазки и лапки. Словом, бесподобно. Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете. Ах, милая, это пестро. Ах, нет, не пестро. Ах, пестро. Ах, да, поздравляю вас. Аборок более не носят. Как не носят? На место их фистончики. Это не хорошо, Софья Ивановна, если фистончики. Ах, фистончики, все фистончики. Пелеринка из фистончиков, на рукавах фистончиков, Эполеца из фистончиков. Внизу фистончики. Везде фистончики. Нет, это не хорошо, если кругом фистончики. Мила Анна Григорьевна, до невероятностей, шьются в два ручка. Широкие прони и сверху ват. Вот когда вы изумитесь, вот ж когда скажете, что. Ну, изумляется. Вообразите себе. Лифчики пошли еще длиннее. Впереди мысок, и передняя косточка совершенно выходит из границы. Юбка вся собирается вокруг складками, как бывало, в стрелке же. И сзади даже немного подкладывают ватой, чтобы была совершенная бельфомка. Ну уж, признаюсь. Ну это уж точно признаюсь. Вы как хотите, а я этому никогда подражать не стану. Ну я сама тоже. Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода. Ну ни на что не похожа. Я выпросила у сестры выкройку, нарушник для смеха. Миланья моя принялась шесть. Так у вас есть выкройка. Ну как же, сестра привезла. Душа моя, душечка Софья Ивановна, дайте мне это выкройку ради всего святого. Ах да, ведь я же уже дала слово Праскофье Федоровне. А разве после нее? Кто ж станет носить после Праскофьи Федоровны? Это вы мне хотите нанести такое оскорбление? Что это будет? Видно, вам совсем надоело мое отношение к вам. Вы хотите прекратить всякие отношения. Она же мне двоюродная тетка, как-никак. Да какая она вам тетка? Да с какой стороны смужниной? Нет. Видно, вы действительно хотите со мной прекратить всякие отношения. Ладно, скажите, а что там наш... Любезник? Ах, Боже мой! Да что ж я так сижу перед вами? Ну вот хорошо. Ведь вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? Нет. Что ни говорите, ни восхваляйте его. А вот я вам скажу прямо в глаза. И ему скажу прямо в глаза. Он негодный человек. Негодный человек. Негодный. Да послушайте же только, послушайте, ну что я вам открою? Да не восхваляйте его, не восхваляйте. Распустили слухи, что он хорош. А он вовсе не хорош. Совсем не хорош. И нос у него, нос... Самый неприятный нос. Позвольте же, позвольте же только рассказать вам, душенька. Анна Григорьевна, позвольте рассказать. Ведь это история, понимаете ли, история с конопей-листуар. Какая история? Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна. Да если бы вы только могли представить то положение, в котором я находилась. Вообразите. Приходит ко мне сегодня протопопша. Протопопша, отца Кирилла, жена. И что бы вы думали, наш смиренник, приезжий-то наш, каков, а? Как? Неужели он и протопопша строил куры? Анна Григорьевна, да пусть бы еще куры, это бы еще ничего. Вы слушаете только, что рассказала протопопша. Приехала, говорит, к ней помещится коробочка, перепуганная и бледная, как смерть. И как рассказывает это, послушайте только, совершенный роман. Однажды глухую помочь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота. Стук ужаснейший такой, только можно себе представить. Кричат, отворите, отворите, не только выломанный ворот. Кого вам это покажет? Ну каков же после этого прелестник? Так, что ж, коробочка молодая и хороша собой? Ничуть, старуха. Ах, прелесть какая! Так он за старуху принялся. Ну каков после этого вкус наших дам? Нашли в кого влюбиться? Да ведь нет, Анна Григорьевна, ну совсем не то, что выполагаете. Вообразите себе только, что является вооруженной с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует. Продайте, говорит, все души, которые умерли. Коробочка отвечает очень резонно. Я, говорит, не могу их продать, потому что они мертвы. Нет, говорит, они не мертвы. Это мое, говорит, дело знать, мертвы они или нет. Они не мертвы. Не мертвы, кричит, не мертвы. Ой, словом, скандальезу наделал ужасного. Вся деревня сбежала, ребенки плачут, все кричат, никто никого не понимает. Но просто орер, орер. Но вы себе не можете представить, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда услышала все это. Голубушка-барыня, говорит мне, Маша, посмотрите в зеркало, вы бледны. Ну, не до зеркала, говорю мне. Мне надо ехать, рассказать Анне Григорьевне. В ту же минуту приказываю заложить коляску. Кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать. А я ничего не могу говорить. Ну, просто гляжу ему в глаза, как дурю. Думаю, он подумал, что я сумасшедшая. Ну, ах, Анна Григорьевна, ну, если бы только могли себе представить, ну, как я перетревожилась. Однако, это очень странно. Признаться, я здесь ничего не понимаю, Но я уже во второй раз слышу про эти мертвые души. А мой муж еще говорит, что Ноздрев врет. Нет, здесь точно что-то есть. Ну, представьте же, Анна Григорьевна, каково было мое положение, когда я услышала это. И теперь, говорит, коробочка, я не знаю, говорит, что мне делать. Заставил, говорит, подписать мне какую-то фальшивую бумагу. Бросил 15 рублей ассигнацией. Я, говорит, беспомощная, неопытная вдова. Я ничего не знаю. Так вот, происшествие. Но только если бы вы могли хоть сколько-нибудь представить себе, ну, как я вся перетревожилась. Нет, вы как хотите, но здесь скроется что-то другое. Я признаюсь тоже. А что ж вы полагаете, здесь скрывается? А как вы думаете? Я думаю, я, признаюсь, я совершенно потеряна. Однако, мне бы очень хотелось услышать именно ваше мнение. Ну, хорошо. Так, слушайте. Мертвые души. Мертвые души. Ах, говорите ради Бога. Мертвые души это только для прикрытия. На самом деле, он хочет, он хочет, он хочет увезти губернаторскую дочку. Уж этого я бы никак не могла предполагать. А я, как только вы рот раскрыли, сразу смекнула, в чем дело. Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание? Вот ведь невинность. Какая невинность. Я слышала от нее такие речи, что у меня духу не хватит произнести их. Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла, наконец, безнравственность. Ох, манерно, манерно, безбожно. Я еще не видела таких женщин, в которых было бы столько жеманства. Жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя. Ну, и хоть бы какое-нибудь выражение в лице. Манерно, ох, как манерно, безбожно, манерно. Душенька, она статуя, ну и бледна, как смерть. Да что вы, румянеца, безбожно. А что это вы, Анна Григорьевна? А она мел, мел, чистейший мел. Ой, милая, я сидела с ней рядом. У нее румянец, палец толщиной, и штукатурка на лице такая отваливается кусками. Хм, матушка-кокетка. А доченька еще превзойдет ее. Ну, позвольте, ну, положите сами клятву, какую хотите. Ну, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего имени. Если у нее есть хоть одна капелька, ну, хоть частица, ну, хоть тень какого-нибудь румянаца. Софья Ивановна, да что ж вы такое говорите? Ах, какие же вы правы, Анна Григорьевна. Я с изумлением гляжу на вас. Ну, вот вам еще доказательства, что она бледна. Я помню, как теперь, что тяжу я возле Маниловой, говорю. Посмотрите, какая она бледна. Ну, право. Надо быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины. Ну, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник. Ах, как он мне показался противным. Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным. Однако же, есть женщины, которому он очень даже нравится. Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете этого сказать. Никогда. Никогда. Да что, я и не об вас совсем. Что, кроме вас никого нет, что ли? Никогда. Никогда, никогда, Анна Григорьевна. Уж позвольте вам заметить. Я очень хорошо себя знаю. А уж разве какие-то иные дамы, которые играют роль недостыкных? Уж я должна вам заметить, Софья Ивановна. За мной таких скандал... скандалозностей. Никогда не было замечено. Уж за тем-затем другим. Но за мной... Никогда. Никогда. Отчего ж ты отбился? Ведь там были и другие дамы. Были даже такие, которые первыми захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе. Вот. Я не могу, однако, понять только того, как Чичиков, будучи человек-заедший, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников. А вы думаете, нет? А кто же, вы полагаете, мог помогать ему? Да хоть бы тот же Ноздрев. Да неужели Ноздрев? С него станется. Вы знаете, он отца своего хотел продать. Или еще лучше, выиграть в карты. Боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас. Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю. А я всегда предполагала. Как подумаешь, правда, чего не происходит на свете? Да, чего не происходит на свете. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... ...